Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. День открытых дверей в школах Десногорска. В Рославле задержан подозреваемый в сбытии оружия. Сводка криминальной обстановки в городе. Десногорцы за комфорт и уют. Легенда российской рок-культуры Виктор Цой. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Световозвращающие стеклошарики, которые подмешивают в краску для дорожной разметки, начали производить в Рославле. Новое предприятие уже наняло 47 работников. Ежегодно на заводе планируется производить около 8 тысяч тонн продукции. Их реализация имеет сезонный характер. Постпродаж в компании ждут в марте-апреле. Уже сейчас на складе своих покупателей ждут примерно 500 тонн стеклошариков. 27 января в школах Десногорска прошли Дни открытых дверей. Наша съемочная группа побывала на этом важном событии в школе номер 4. Проведение Дня открытых дверей в школах – это традиция. В школе номер 4 будущих первоклассников и их родители встречали сказочные герои. Пока родители выбирают будущего педагога для своих чад и знакомятся со школой, дети соревнуются в веселых эстафетах и участвуют в мультивекторине по следам любимых сказок. В этом году мы планируем набрать 4 класса. Это приблизительно 100 человек. Все учителя, которые набирают наши классы, опытные, грамотные педагоги, имеют высшие и первые категории. Программа у нас 4 планируется. Это начальная школа 21 века, всем известная под редакцией Виноградовой, начальная школа «Гармония», перспективная начальная школа и, конечно же, это школа «Россия». В этот день учителя познакомили ребят и их родителей с кабинетами изобразительного искусства, физики, иностранного языка и удивительной науки химии. Как выяснилось, день открытых дверей оставил у всех участников много положительных эмоций и впечатлений. В этом году мой ребенок идет в первый класс, это мой второй ребенок, мой сын, дочь заканчивает четвертый класс. Поскольку моя дочь училась, уже 4 года отучилась в этой школе, за эти 4 года мы успели познакомиться с преподавательским составом. Прекрасные учителя, сильные педагоги. Мы очень довольны тем, что выбрали эту школу и повторно ее выбираем. Мне очень понравилось в школе, я сюда приду учиться. Мне очень понравилось, как показывали опыты по химии. Придешь в школу учиться? Да. Все будущие первоклассники пообещали, что обязательно вернутся в школу уже совсем скоро – 1 сентября. В Десногорске ночью горела квартира. Пожар произошел 26 января в 23.20 на первом этаже девятиэтажного дома. На тушение выезжали огнеборцы 15-й и 1-й пожарных частей. Из горевшей трехкомнатной квартиры был спасен человек. С ожогами рук первой степени и признаками отравления продуктами горения мужчину хозяина квартиры госпитализировали. По предварительным данным, причиной пожара явилась неосторожность при курении. Криминальные новости. Сотрудники уголовного розыска Рословского отдела полиции в ходе мероприятий выяснили, что местный житель незаконно хранит оружие и собирается его продать. За время наблюдения за ним полицейские зафиксировали два факта сбыта. Из закладок, оставленных подозреваемым, были изъяты минометный снаряд и несколько противотанковых гранат. Как выяснили полицейские, оружие подозреваемый прятал у родственников. В ходе обысков были изъяты пистолет, переделанный кустарным способом и пригодный для стрельбы. А также дымовой снаряд. Подозреваемый занимался поиском и находил оружие в местных лесах. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, незаконные сбыты хранения, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За хранение и торговлю Рословчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фальшивки были обнаружены в Смоленском отделении Центробанка. Четыре поддельные купюры номиналами 1000 и 5000 рублей были обнаружены при пересчете денежных средств. Выяснилось, что денежный знак номиналом 5000 рублей с признаком подделки поступил из магазина по продаже пива, расположенного в Сафонове. Три купюры номиналом 1000 рублей поступили из супермаркета Рословля, магазина обуви и трамвайно-троллейбусного предприятия Смоленска. Сейчас фальшивые денежные знаки изъяты. По данным фактам, полиция проводит проверку. Три поддельные купюры номиналом 5000 рублей обнаружены при внесении их на счет в банковской организации Смоленска. О том, что произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 86 административных правонарушений, в том числе и нарушений правил дорожного движения. 77 за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К административной ответственности привлечены 9 человек. За ходом выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта, смоляне смогут наблюдать в онлайн-режиме. Для этих целей на избирательных участках Смоленской области установят сотни видеокамер. Об этом сообщили на совещании в областном избиркоме. По плану, на каждом из крупных избирательных участков регионе смонтируют по две камеры. Одна из них будет направлена на урну для бюллетеней, вторая будет наблюдать за участковой избирательной комиссией. Видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, куда протоколы будут доставлены для подведения итогов. В 2018 году на формирование комфортной городской среды в Смоленской области выделено более 240 миллионов рублей. Из них 209 миллионов – федеральная субсидия. Число муниципалитетов-участников увеличено. В некоторых из них пройдет не только благоустройство дворов, но и общественных территорий, которые выберут сами жители посредством рейтингового голосования. О том, как работают проекты в Десногорске – в нашем следующем сюжете. Сейчас активно проходит голосование по выбору территорий для благоустройства. Всего за оба проекта проголосовало 6275 десногорцев. По проекту «Комфортная городская среда» лидирующую позицию занимает территория парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Парковая зона между первым и вторым микрорайонами. Почему именно это? Ну, потому что там приятно гулять, но надо и привести в порядок. Здесь часто гуляют, и больше людей. Ну, с моей точки зрения так. Вторую позицию занимает пешеходная зона в третьем микрорайоне. За неё горожане отдали 26% голосов. По проекту «Любимый город» собрано 1343 голоса. В лидерах – реконструкция фонтана. Лучше фонтан восстановить. Какой-то он совсем стал некрасивый. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации Десногорска – десногорск.админ.дефиссмоленск.ру. В интернете на площадках Десногорск Пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу десна.дефис.пресс.собака.админ.дефиссмоленск.ру. Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше. В завершении выпуска немного о культурной жизни города. Для тех, кто был молод 90-е прошлого века, в числе любимых певцов был лидер команды кино Виктор Цой. И неудивительно, что новое молодое поколение помнит и чтит его творчество. Ему посвящаются вечера памяти. Смотрите в следующем сюжете, как вспоминали певца в Десногорске. 27 января в выставочном зале «Феникс» прошел творческий вечер, посвященный памяти певцу, лидеру группы кино Виктору Цою. С этим именем связана целая эпоха для многих поколений. В зале собрались те, кому дорога память о нём. На примерах стихов и песен вновь воссоздавалась история создания группы кино. Звучали песни, как в исполнении самого автора. Также проникновенно перепевались его произведения молодыми поклонниками творчества рок-музыканта 80-х годов. Искренность поэта шагнула далеко за пределы поколений того времени и нашла отклик у молодёжи 21 века. Очень приятно видеть, что молодёжь заинтересована классикой отечественной музыки, на которой мы выросли. И очень приятно это видеть, что они всё-таки ценят то, что было сделано такими людьми, как Виктор Цой. Идея этого вечера ещё давно родилась в голове. Я её вынашивал, планировал. И она вот получилась, благодаря помощи получилась. Это молодых атомщиков, администрации, профсоюза. И получилось то, что получилось. У организаторов творческого вечера есть планы продолжить такие встречи и посвятить следующую поэту Сергею Есенину. И кому вымирать, слава дым? Он не помнит слова, да и слова нет. Он не помнит меченовый имён. И способен дотянуться до звёзд, не считая, что это сон. И упасть с опалённым звездой по имени Солнце. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова